О, видите, вот, много лет, 7 сентября 1996 года, открытие 56-го концертного сезона филармонии. Представь Ростропович Михаил Щербаков. Вот мы вместе с ним играли концерт Гайдена и вариации на тему РКК Чайковского. Как будто бы только вчера стоял на одной сцене с великим маэстро, делится дирижер симфонического оркестра Самарской филармонии Михаил Щербаков. Рассказывает, первую встречу с Петиславом Ростроповичем вспоминает до сих пор. Еще студентом Уральской консерватории познакомился с великим музыкантом в Свердловске. Ростропович, увидев на улице юных ребят, несущих футляры с инструментами, попросил у молодых скрипачей бритву. Свою забыл в Риме. Один побежал к себе домой за бритвой, другой побежал в магазин показывать. В конце концов, бритву мы ему принесли и пошли к нему, он пригласил нас в гостиницу. Тогда, за чашкой чая, вспоминает Михаил Щербаков, обычный разговор стал для него настоящим открытием, когда один из ребят спросил маэстро. Как вы играете Баха? Я подумал, что это какой-то странный вопрос. Но играет гениальный человек, он играет Баха, что это Бах написал гениальный музыкант, а он мне говорит. А вы знаете, я представляю себе вот эти великолепные шпили церквей, которые стремлены к небу. И играю Бах. И вдруг я понял, что он мне подарил ключик. Не просто к Баху, а вообще к исполнению музыки. Значит, он не просто играет ноты, а он создает в голове образ. Гагарин Виолончели, маэстро Слава. Так называли Ростроповича музыканты. С 15 лет преподавал в музыкальном училище, а победив на всесоюзном конкурсе, со второго курса консерватории перешел сразу на пятый. В 70-е, когда Ростропович подписал письмо в защиту Сложеницына, его концерты отменили во всем Советском Союзе, кроме Куйбышева. Тогда он впервые и оказался в нашем городе. В 90-х музыкант сделал самарцам бесценный подарок – премьеру оперы «Видение» Иоанна Грозного. После смерти Ростроповича художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев решил создать фестиваль, посвященный маэстро. И не в столице, а именно в Самаре. Единственном городе, где не отменили концерты Ростроповича в тяжелые политические времена. Теперь каждый год в Самаре лучшие музыканты страны дарят публике величайшие произведения мировой классики. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События.